Доброго времени суток, уважаемые любители шахмат! Канал Шахматы для Всех продолжает разбор партий, которые играются на мемориале Гашимова. И сегодня в центре нашего внимания поединок пятого тура, в котором белыми играл узбекистанский гроссмейстер Надербек Абдусаторов, а его соперником был местный шахматист азербайджанец Шахрияр Мамедьяров. Е4 сыграли белые, в ответ С5 социальянская защита. Надербек играет КНФ3 и получает А6. Это так называемый вариант О'Келли. Интересное продолжение, на которое самым принципиальным ответом считается С2-С3. Именно при таком ходе белых доказать полезность хода А7-А6 черным особенно трудно. Д5 играет Мамедьяров, после взятия на Д5-Д4, Е6, слон Е2, размен на Д4. Пока что КНФ6 играет Мамедьяров и после рокировки слон Е7, КНЦ3, приходится отводить ферзя назад. Слон Ф4 играет Абдусаторов и после рокировки ладья Ц1. КНЦ6, КНА4, КНД5. Слон белых атакован, он отходит на Ж3 и после слона Ф6, слон Д3. Черные играют КНБ6, предлагая размен. Абдусаторов вполне мог забрать коня, после взятия сыграть слон Д6, нападая на ладью и далее слон Ц5. Бить на Б2 черные не могут, так как после ладья Ц2 неожиданно ферзь попадается в ловушку. Поэтому лучше отойти на Ц7, но тут слон Е4 и белые сохраняют минимальный перевес. Но Абдусаторов решил сыграть поинтереснее. Он пошел на жертву пешки, играя КНЦ5. После КНД4, размен, ферзь бьет Д4, слон Д6, нападая на ладью. Конечно, чернопольного слона брать нельзя, ввиду слона Ж7 и выигрыш ферзя. Поэтому нужно отводить ладью, КНБ3 и вновь черный ферзь под боем. Интересно, что снова же брать на Б2 нельзя, по причине ладья Ц2. И тут черный ферзь попадает в западню. Поэтому ферзь А4 отошел Мамедьяров, ладья Ц7. И тут белые приготовили сопернику весьма неприятный сюрприз. В ответ на ферзь бьет А2, последует жертва. Слон Х7, далее ферзь Х5 двойной удар, взятие на Ф7 и белые побеждают. Поэтому Мамедьяров сыграл ферзь Х4, прикрыв поля Х5 и Х7. Ж3 играет на дербек, прогоняя ферзя на Х3, ставит своего ферзя на Ф3 и после КНД5 отводит ладью на Ц2. Черный заканчивает развитие, играя слон Д7, далее слон Е4, ладья АЦ8. Но Абдусаторов, пожертвовавший пешку, не хочет меняться, ставит ладью на Д2 и сохраняет более сложный характер борьбы. Ладья ЕД8, ладья Е1, Б6, прикрывая поле Ц5. Бить на Д5, конечно, плохо, так как в этом случае освобождается диагональ для мощного белопольного слона черных. Поэтому Абдусаторов вынужден терпеть черного коня на Д5 и ставит своего коня на Д4. Ладья Ц4, нападая на коня белых, тот отходит. Слон Ц6, теперь атакован чернопольник Абдусаторова, отходит на А3, ладья Ц8 и ладья ЕД1. Мамедяров получил подавляющую позицию и азербайджанский гроссмейстер имел тут возможность сразу реализовать перевес жертвой качества на Е4, которая прямо-таки напрашивается. Но вот после ферзь бьет Е4 рано ходить конь Е3, так как в этом случае черных подводит слабость в восьмой горизонтали. Ферзь бьет Ц6 и ладья Д8. Однако играя тут Х5, форточка, черные создают реальную угрозу сыграть конь Е3 и белым в избежании худшего нужно менять ферзей. Хотя все равно конь Е3 двойной шаг, далее взятие на Д1, слон Ф3 и у черных уже выигранная позиция. Но Мамедьяров решил не спешить с жертвой качества и сделал скромную форточку Х6. Белый играет ферзь Ж2 в ответ на взятие, конечно, слон бьет Ж2, но ферзь Х5 играет азербайджанский шахматист и после слона Ф3 отводит ферзя на Ф5. Ладья Д3 играет Абдусаторов, Б5, Б3 прогоняя ладью и после ее отхода слон Е4. Ферзь возвращается на Аш5, слон Ф3 и ферзь Е5. Мамедьяров все-таки играет на победу. Конь Д4, вилка, взятие на А2 с нападением на слона, но размен на С6, на Д5 и ладья бьет Д5. Ферзь Е2, слон Б4. Ладья Е6 играет Мамедьяров, у него лишняя пешка при одноцветных слонах, хорошие шансы на победу. Ладья Ф1, А5, слон Ц5, А4. Черные образуют проходную на ферзьевом фланге, белые же пытаются компенсировать ее активностью своих фигур. Ладья Д7 играет Абдусаторов и тут Мамедьяров ошибается. Лучше было перекрыть диагональ Аш1, А8 ладьей, поставив ее на Е4 и поддерживая при этом пешку А4. Но ферзь Е4 сыграл Мамедьяров, надеялся перейти в окончание. Это происходит. После ладья ФД1, взяли забрали ладья Ц2, но ладья 1 Д5 играет Абдусаторов и после ладья А6 блокирует пешку слоном. Слон Б2 играет Шахриар Мамедьяров и тут Абдусаторов уже почти достигнув равного положения, ошибается критическим образом. Нужно было просто перейти сразу в ладейное окончание, разменявшись на Б2. Далее ладья Ф5, нападая на пешку, после ее хода на Ф6 ладья Ц5 с очевидной угрозой ладья ЦЦ7. Поэтому Ф5 и после ладья ЦЦ7, ладья Ж6, ладья А7 позиция абсолютно равная, так как активность белых ладей полностью компенсирует лишнюю пешку черных. Но Надербек Абдусаторов зачем-то сделал ход ладья Д3. Настоящее горе от ума, проще действительно было забрать слона, ну а теперь черные слона белых не забирают, а сразу играют ладья Ф6. И оказывается, что защититься от взятия на Ф2 не удается, так как после ладья Ф3 просто меняемся и выигрываем слона. Приходится отходить на Аш3, взятие на Ф2, ладья А7, далее размен на А3, но ладья бьет Аш2. Черные уничтожили слишком много белых пешек, шах, король Ж5, еще один шах, выгоняют черные белого короля в самый центр доски и ладья ЕЕ4, надежно защищая пешку А4. Сейчас у Мамедьярова три лишние пешки, ну а контратака белых не проходит. Ладья Ф3, Ф6, ладья Д3 и король Аш7. В этой безнадежной позиции Абдусаторов сдался. Вот так, настоящее горе от ума. Казалось бы, просто забери слона и сделай ничью. Но получилось так, как получилось. И Абдусаторов проиграл вторую партию на этом непростом для себя турнире. Если это видео вам понравилось, ставьте лайки, пишите свои комментарии, подписывайтесь на канал Шахматы для Всех. Большое спасибо за внимание, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok